МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Гоша, ты хотел рассказать ребятам о том, как ты побывал на научной конференции. Но ты знаешь, Гошенька, у нас нет на это времени. Нам нужно отвечать на вопросы ребят. Гошенька, я надеюсь, ты не обиделся? У нас очень много писем. Вот, например, Аня Королёва из Тольятти нам пишет. Здравствуйте, Дмитрий Иванович и Гоша. Недавно мы с папой возвращались в прогулки, и папа сказал, давай-ка прибавим шагу, а то мама уже пирожки испекла. Чувствуешь, какой запах? И мне стало интересно, а что же такое запах? И как он до нас с папой долетел? Почему-то сразу захотелось пирожков. Вот такое вот вкусное, то есть интересное письмо. Но что же такое запах? Одни вещества пахнут, а другие нет. Вот, например, алмаз не имеет никакого запаха. Графит тоже. А вот йод, внешне он даже похож на графит. Но йод имеет ярко выраженный запах за счёт своей летучести. Вы помните, как мы с вами нагревали йод, и он превращался в фиолетовый пар? Что мы сейчас и сделаем? Нагреваем. И как видите, йод в парообразном состоянии прекрасного фиолетового цвета, да? То есть есть вещества летучие, а есть нелетучие. Летучие вещества легко испаряются, их молекулы свободно летают в воздухе и залетают к нам в нос. Надо заметить, что у всех веществ молекулы разные. Именно поэтому груши пахнут грушами, а яблоки яблоками. Наш нос – это очень хитрый ловец молекул запаха. В нём спрятано 50 миллионов специальных нюхательных клеток. Молекулы попадают на эти клетки, и нос мгновенно посылает мозгу сигнал. Внимание, готовность номер один. Пахнет пирожками. Способность различать запахи называют обонянием. Собаки чувствуют запахи гораздо лучше, чем люди. Вот сейчас мы это проверим. Вот я положу сюда кусочек колбаски. И я думаю, что очень скоро должен прийти сюда Гоша. Обычный человеческий нос различает где-то 10 тысяч запахов. Нос специалиста-дегустатора – 30 тысяч. А у собаки нюхательных рецепторов 4 раза больше, чем у человека. Свыше 200 миллионов. Лосось по запаху за сотни километров находит место своего рождения. Я же говорил, что Гоша придет. Съел колбасу и убежал. Каким же образом человек или собака чувствуют запах? Вернемся на две тысячи лет назад. Первый шаг к познанию запаха сделал античный поэт и философ Тит-Лукреций Карр. Он предположил, что всякое пахучее вещество испускает крошечные частицы. Определенной формы. Влетев в нос, они проникают в поры, которые точно так же различны по форме и по размеру. А распознавание запаха зависит от того, каким порам эти молекулы подходят. Современные ученые подтвердили, что Лукреций Карр был прав. Молекула укладывается именно в тот рецептор, который имеет такую же форму. Давно известно, что запахи пробуждают память. Причем не логическую, а эмоциональную. Наверное, у вас так было, друзья, что вы почувствовали запах и что-то вспомнили с поразительной отчетливостью. Вот, например, когда я открываю новую книжку, ну, совсем новую, только что из типографии, у них очень такой характерный запах, я сразу вспоминаю детство, первое сентября, стопку новых учебников. А когда я захожу в аптеку, то ее запах напоминает мне о том, как я первый раз лечил зубы. Неприятные воспоминания. Но стоит домой принести еловую веточку, как в комнате сразу пахнет Рождество. Человеческая память способна хранить тысячи запахов. И, к сожалению, другого способа сохранить тот или иной запах нет, потому что записывать их как звук или изображение человек пока что не научился. Вот каким образом можно записать знакомый нам с детства запах мяты? У меня, кстати, здесь три вида мяты. Вот эта мята перечная, да, самый яркий запах у нее такой, у нее темный стебель. Садовая мята и лимонная мята или мелиса. Она пахнет одновременно и мятой, и лимоном. Ее очень хорошо заваливать в чай. Что я и сделал. Вообще, трудно представить нашу жизнь совсем без запахов. Тем более без запахов приятных. Вот, например, на кухне. Ваши мамы, бабушки обязательно используют. Лавровый лист. Гвоздика, очень яркий запах. Черный перец, кардамон. А вот это, знаете, что такое? Это корица. Используется в кондитерских изделиях. А вот это имбирь. Каждая из этих пряностей обладает сильным узнаваемым запахом. Ну, где еще в нашей обычной жизни можем почувствовать запахи? Ну, конечно, ребята, в саду, где растут цветы, у некоторых запах еле уловим. Зато другие можно узнать за несколько метров. А вы знаете, в Бразилии обитают бабочки, которые очень приятно пахнут. Поэтому их специально держат дома для ароматизации. А я, например, очень люблю запах марокканских апельсинов. Кстати, омарокко. В Маракеше находится минарет высотой в 70 метров. Он был построен по приказу султана в знак победы над испанцами. Так вот, этот минарет знаменит тем, что его стены пахнут мускусом. Оказывается, при строительстве минарета в 12 веке цемент подмешали около тысячи мешков мускуса. И запах не исчез даже спустя 800 лет. Большое спасибо тебе, Аня, за вопрос про запахи. Столько всего интересного хочется рассказать. В заключении темы о запахах я хочу вам показать несколько химических формул. У нас всё-таки программа по химии. Вот смотрите, только не пугайтесь. Изоамил ацетат. Это сложный эфир, который пахнет грушей. Причём не подумайте, что это какое-то искусственное соединение, которое пахнет как груша. Нет, в настоящих грушах он как раз содержится. Его добавляют в напитки, которые пахнут грушей. Вот, например, дюшес. Давайте посмотрим ещё. Вот так выглядит вещество, которое пахнет ананасом. Это запах хризантем. Вот так выглядит вещество, которое пахнет апельсином. И, наконец, яблоко. Ну что ж, вот и всё. Так, о, у нас опять письмо и опять от девочки. Люда Гоголева спрашивает, можно ли дома изготовить эфирное масло? Спасибо, Людочка. Прекрасный вопрос. Значит, тема про запахи не закрыта. Эфирное масло сделать очень просто. Например, его можно добыть из апельсина. Сейчас я вам покажу. Берём апельсин и начинаем его чистить. Так. Вот сразу же, когда начинаешь чистить апельсин, уже это эфирное масло, которое содержится в кожуре апельсина, попадает на руки. Вот оно, смотрите. Великолепно пахнет апельсином. Сейчас вот мы попробуем выдавить немножечко масла на бумажку. Ну, вот видите, вот она вся пропиталась этим маслом, да? И тоже пахнет апельсином. Вот что я скажу. Людочка, надо быть осторожным, когда ты получишь эфирное масло из апельсина или, скажем так, лимона. А эфирные масла очень горючие. Сейчас я вам это покажу. Смотри, вот мы прям выдавим сейчас. О, смотри, как вспыхивает. Видишь? Таким образом можно получить эфирное ароматическое масло из любых цитрусовых. Кстати, по слове «ароматический» для химиков это не означает запах. Для химика слово «ароматический» означает «ароматическое бензольное кольцо». То есть вот такая вот структура из шести атомов углерода. Смотрите вот сюда. Например, два ароматических кольца. Это нафталин. Это вещество, я думаю, что знакомо вашим мамам, бабушкам. С помощью нафталина они борются с молью в шкафу, которая поедает шестерные вещи. Ароматическое кольцо очень устойчивая структура. Самая устойчивая органическая структура. Всё разрушается, а ароматические кольца остаются. Поэтому финальной точкой трансформации органики на нашей планете является графит, который целиком и полностью состоит из таких вот ароматических колец. Ну, я думаю, что на сегодня всё. Гоша, я собираюсь прощаться с ребятами. Что? А, передать им привет. Вам привет от Гоши. Пишите нам по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Я очень жду ваших вопросов. Вы можете, кстати, оставлять их на сайте телеканала «Радость моя». До свидания. Всегда ваши Дмитрий Иванович и Аргентум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова